Молодому человеку нелегко принять такое решение, покинуть дом, покинуть единственное место и всех людей, которых он когда-либо знал. По сути, это означало отказ от всего знакомого ему в тот момент. Очень трудное решение. Но вы знаете подростков, иногда они срываются и говорят, ну все, я ухожу. А спустя всего 48 часов, папа, я люблю тебя, прости, они возвращаются. Бывало такое? И вот Ибрагиму нужно решить, и это не эмоциональное юношеское решение, он должен быть твердым. И он говорит, Господи, дай мне твердости в принятии решения, сделай меня стойким. О, Аллах, и сейчас, и в будущем дай мне силу принимать трудные решения. Это одно из самых важных дуа в нашей жизни, потому что иногда получается так, что мы с вами знаем, что нужно делать, какое решение принять, чтобы поступить правильно. Но не можем этого сделать, потому что у нас нет силы воли. Головой мы понимаем, что делать, просто не можем. Это дуа наших с вами отцов. Выучите это дуа. Господи, дай мне твердость в принятии решения. Повторюсь, юный Ибрагим, мир ему, покидает всех, с кем когда-либо контактировал. Впереди неизвестность. Он нуждается в новом окружении. И он говорит, Теперь, когда рядом больше нет ни семьи, ни друзей, ни общества, ни старших, ни сверстников, никого. О, Аллах, причисли меня к благочестивым. Дай мне новое сообщество. Ибрагим, алейхиссалям, признает, если хотите иметь возможность принимать хорошие решения, нужны хорошие люди вокруг. Я нуждаюсь в хорошем обществе. Затем он говорит нечто прекрасное. Пусть будут поминать обо мне лишь правдивым языком. Что это значит, язык правды? Это значит, что даже в самом последнем из грядущих поколений, через десятилетия, через века, тысячелетия, О, Аллах, пусть люди помнят о том, что я сделал ради тебя. И пусть кто-то правдиво расскажет мою историю. Некоторые толкователи сказали, ответом на это дуа стал посланник Аллаха, саля-ллаху алейхиссалям. Я хочу, чтобы вы оценили этот момент. Молодой человек покидает свою деревню. Не слишком громкое событие в мировом масштабе, верно? Думаете, хоть кто-то из тогдашних историков записал? Молодого человека по имени Ибрагим выгнали из села, и он сделал такое-то дуа. Нет, тогда не было ни камер, ни диктофонов, ни печатных машинок, ни газет, постов, лент, сториз. Не было ни СНН, ни Ютуба, ничего такого. Произошло некое событие, проходит месяц-другой, и никто уже не помнит. История умирает. Единственное, что остается, это его слава Господу. О, Аллах, пусть кто-нибудь расскажет правду о том, что здесь со мной случилось даже самым последним поколением. И вот тысячи лет спустя, когда ни в записях, ни в памяти людей не оставалось, произошедшего с этим мальчиком, Аллах детально передает эту историю нашему пророку, саляллаху алейхи вассалям. И мы читаем обо всем этом в Коране. Субханаллах. И все потому, что тысячи лет назад Ибрагим алейхи салям произнес это дуа. О, Аллах, пусть кто-нибудь расскажет правду о том, что на самом деле произошло со мной. Потому что это вдохновит людей, это поможет им. Это его садакаджария. Моя жертва не должна остаться просто жертвой. И люди должны извлечь из этого урок, чтобы это улучшило их жизнь. Может быть, они смогут сделать трудные шаги навстречу тебе, как смог это сделать я. Современный подросток мог бы сказать, ну, я же молодой, легко поддаюсь влиянию, я всего лишь ребенок, не держите на меня зла. Давление сверстников, общество. Теперь же у него нет оправданий. Теперь никто не может сказать, что слишком молод для этого. Субтитры создавал DimaTorzok